приветствую друзья всем здравствуйте так сегодня 16 августа 23 года жаркий летний до дыркойский день времен 9 утра и сегодня таки я наконец выбрался на маршрут свой ежегодный маршрут на водопады реки дыркой пройдемся поболтаем пройдемся по старым местам не зайду на свое место вот на второй водопад не пойду то есть но сегодня пвд поход выходного дня туда и обратно вроде рядом но далековато сейчас получается то есть топать ну наверное не знаю даже когда как там пойдет все значит заканчивается не отпуск 16 22 я уже уезжаю продолжается сниматься проект ежедневник по всем новостям и так далее но сегодня вот такой день выходим в долину реки дыркой всем привет и всем здравия на трассу перебежать народу немерено машина 1 за 1 идут так ну вот отсюда и начнется наш первый маршрут по сути все как всегда идем вдоль реки потом там где конюшни спускаемся поднимаемся в общем обычный маршрут тут не забудешься с купаниями в ванночках на речке сколько займет времени не знаю посмотрим сейчас родничок но само видео снимается в виде стрима прямой трансляции в записи 1280 на 720 15 кадров пенцекс оптио аж 90 стареньким вот аппаратиком и вы увидите все как вот было в оригинале без обработки все остальное вот такая прикольная картиночка там в начале дорожки ну вот она ну речка это сейчас назвать видите ручей я частенько ходил даже не моча ноги и вот ванночки вот такие так что по дороге будем купаться малышни здесь полно то есть здесь прям как два зерца таких небольших вода чистая чистая ну что ж идем ой цикады заливаются сейчас родничок проходить будем посмотрим если он в этом году тут поставил бутылочку она пробегает мимо вот такой родничок еле-еле течет ну набрать можно ладно не буду здесь останавливаться вода у меня есть на кофе на чай мне хватит попить и отдельно взял нам дальше на можно было бы по навигатору включить километраж вообще можно было и шагомер поставить у меня был я удалил а найдемся без формальности раньше то я все равно не приду дорогу я знаю речка сама приведет кстати по водопаду там лощину надо знать принципе как бы там по дороге не заблудишься но мы несколько лет селенушка ходили мимо и все искали где же этот водопад а потом нам парень покажал что-то резвое стартанул блин так нельзя нам сейчас там на выходе с поселка перекурить немного а то мне я за эти два похода ноги нами сейчас стильки еще подложил на все равно как бы ну и жаре еще пекло такое я вчера думаю на море был думаю на весь день пришел где-то пол один стал в 10 это в том году по-моему не было думаю на весь день какой там нахрен там по второму ведь уже все свалили по домам то есть из моря можно вообще не вылазить вода при вообще теплая как парное молоко потеку у меня мало того мне барахли блин еще тут механическое еще мы повреждение сегодня попала плешка хреновая блин с этим замком стопор да на это вот а он то ли короче стал раком блин так грубо говоря и обратно флешка не вытаскивается чем блин еле-еле вытащил повредил замок блин теперь флешку надо постоянно там контролирует чтобы не вылетела чем надо по приезду будет из трех потеку делать один более-менее если правильно улица совхозная снт светлячок он даже здесь продажа земельного участка ну и так здесь постоянно живут насколько я знаю всем еще раз приветы с пожеланиями всех было тут овник блин сколько здесь ягод просто обливные они в июне блин такая ягода вкусно они стаки крупные конюшня 1 2 3 4 ступ 7 наверно это вот конные прогулки горы на ездят они что-то там стройку затея по мостам году не было нашли поселок спускаемся к реке там начинается по сути горный маршрут посох надо сейчас там еду на дороге найти вот такая нынче река в посох как раз лежит кто-то выкинул вот такая горная река нынче ручей ну и пока вот сейчас а когда дожди когда поводок тут блин ее разливает будь здоров так что пройдем может быть даже не замочив ног сейчас примите напрямки зайду там на свое местечко еще где я раньше стоял это там на пасеке там посмотрим что изменилось и не торопясь будем подниматься дальше здесь из поляна и такая место для костра раньше здесь забор был колючки теперь проход свободный на что немного скоротим ну а тенечко выходите там раньше буду сворачивать там покороче другой тропой сейчас направо поглядим что там изменилось ну вот начались эти пласты мы их увидим часто там их много вода чистая а вот там подальше пройти окунуться вообще вспоминаю как мы тогда слены первые разы ходили вообще первый раз много лет назад это было нагрузились какие-то навигаторы у меня была старая карта вот там по и на этой карте тупо на самолете летать короче поперлись не в горы ходили заблудились нахрен куда-то ушли вон туда решили срезать попали вообще в другое место рюкзаки в обоих тяжеленные блин она я больше не могу да а потом я уж один ходил здесь останавливался тут пасека это кстати урочище пасека и пасека на самом деле была я застал еще мы мне на ней брали мед сейчас там типа места отдыха типа того вот и я там пару раз стоял с палаткой тут справа будет он здесь сейчас там подальше все недалеко не пойдем там в принципе недалеко от первого водопада просто там лезть там валуны вот эти здоровые облазить вот здесь справа это место там полян тага давайте здесь пройдешь да вот на это место а тут была вывеска она еще долго здесь валялась на не знаю вот остатки от того домика и вывеска была чё-то добро пожаловать пасечнику чё-то такое это вот остатки тех времен боже как быстро бежит время как все меняется домик вот этот построили не знаю он пустой смотрю или не доделали окна нет двери нет или сняли блин то есть он вообще ну так ничего так ничего вот местечко это смотрю особо туда уже никто не ездит хотя я не раз здесь встречал местных приезжаю на на квадриках нам мотоциклах тут раз были он ванночки вот эти яма все дорога рядом а я тогда не было это удобно еще блин вот здесь палатку ставил на блин как все быстро меняется вообще есть все эти походы там где-то начиная чуть ли 13 короче 10 лет назад там и короткий там где мне лучше тут пройти то на странном я в тот раз все тоже думал что такое эти люди вложили деньги немалые работа материал все остальное блин все это пустую стоит хрен его знает может кто-то место прикупил вообще непонятно или что-то не пошло ладно идем дальше вот она каменная река как еще назвать сейчас пойдем вернее уже идем в кедах конечно это то еще удовольствие сейчас еще одни стильки подложил искал сколько блин себе те кроссовки которые у меня были тогда вот такого типа блин буревестник делал ленинградский блин такие кроссовки хорошие там каучук что ли в резине в это не пластик такие мусские были блин так и нет ни хера все контора там давно блин накрылась китай сожрал всех производителей вот да блять хоть бы сами делали нормально а то блять так где-то здесь у нас подальше будет зона отдыха такая есть да но насчет обуви все пока идем мне вот нравится как вьетнамцы делают обувь вот вьетнамскую обувь мне вот двое кроссовок блин уже столько лет все блин еще крепкие держатся нормально вот и трекинговые кроссовки вообще никаких нареканий так что то я не туда свернул блин ну хрен с ней все равно на речку выйдем хотелось бы там на это место сходить на обратном пути тогда там еще поляна пионеров раньше ходили сейчас не знаю ходят они в горы или нет вроде ходят а раньше регулярно ходили вот с лагеря то есть у них там поляна кашеварили виллебол бискетбол там все вот эти футбол вот и они там на весь день без палаток потом там на этом месте или здесь ближе стрейбол был потом что то сейчас даже не знаю и здесь дольмены тоже есть что касается дольменов и самой дольмены культуры я сам организовал экспедицию так если назвать с поисками узнавал информацию старых людей старых источников здесь дольмен был вот местные чтобы короче я не знаю где то я слышно там далеко идти вот но в итоге мне один мужик горит да говорит был здесь дольменчик недалеко в общем то вот местные поэтому и не говорят что это вот его мужик один говорит кувалдой размолотил блин вроде как ну короче разрушили а вообще очень много этих дольменов разобрали насколько я знаю его то и пишут тоже на фундаменты под дома вот блоки очень удобные которым много тысяч лет представляете вот кто здесь здесь в этих краях был знает да вот вообще это дольменный край такой вот и в Абхазии наверное и в Грузии наверное тоже дольменные есть возможно но здесь вот геленджикские вот на жане возрождение перед геленджиком там здесь в общем и сочи тут тоже промежутки в этом вот есть вообще знаете тогда давно еще я когда не снимал и сейчас как бы так просто было сто то я записывал лекцию когда мы ехали была экскурсия у нас на дольмены жанны вот был замечательный экскурсовод может быть и почему есть я не знаю вот посмотрите у меня или хотя бы напишите экскурсия дольмены печкин хотя бы так выскочит то есть я просто там сделал видеоряд привязал к местам вот и что рассказывает экскурсовод потрясающая вообще женщина замечательная такой добрейшей души светлый человек прям и собственно просто общение вот с ней тогда в течение дня доставило больше удовольствия чем эти дольмены сами вот так она хорошо информацию подает в нее прям сразу все влюбились такая добродушная женщина если жива дай бог и добро здоровиться ну как давно это было лет в году шестом седьмом это вот так вот эта фигня автономная не знаю что за станция там не писали я сейчас не помню солнечная панель работает нет не у нас какие ванночки ну это еще мелкая там такие прям будут попозже окунусь так вот она пионерская поляна сейчас на глянем ходят они не ходят сюда там кстати вверхом можно пройти срезать немного нет походу сюда никто не ходит если только в другое место они куда-то поближе там вот очах бывший вот здесь здесь есть жрать варили ведра ну как раньше ходили в поход ну вот эта полянка ладно останавливаться не будем прям дальше где-то пол одиннадцатого не знаю тут пацаны прошли пять человек на пикник в горы в фото у меня барахлит ребята отказывает включаться тут перегрузил батарейки поменял вроде включился надо по приезду будет проблемку разруливать конечно да надетая нормальный всякой хренью он практичный очень там съемку 320 до hd 720 такой разгон фотки неплохие получаются потом все как бы у меня комплекта за столько лет батарейки а второй уже хотя бы бушный такой найти практически нереально у меня есть пять штук вот и пойдем здесь сделаем пару штук нормальных или этот почти ну ладно это как бы не 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 проскочил вот мое место как ландшафт меняется река здесь все прям и берега уже подмыл за эти годы вот ступеньки я делал когда-то вот позапрошлом году подправлял вот очаг палатка у нас вон там стояла вот а так я здесь стараюсь каждый год именно в июне вот так вышло сейчас у нас здесь будет перекор и перекусон опа эти лиан или как их назвать зараза такие раны оставляют блять у них пардон как вот зубья острые до невозможности плоские и с крючками она не режет и режет и рвет еще до кучи говорю вот какие я тогда помню майку только чуть чиркнул как бритвы так вот отметинки мои блин прямо они с того года 1 2 3 4 5 6 7 8 9 вот за 9 лет и это не все еще выцвели уже ладно сегодня будет желтенькая такая прям взял это я тогда от палатки помню рвал как выгорает превращается просто в бумагу на сегодня повяжем еще так ну что ладно это хорошо то я ориентирую у меня здесь есть а так чуть мимо не проскочил а нам сейчас эти лианы эти колючие здесь как-то поприжать а то нахер сейчас весь и корябайся так ну что у нас кофеек сейчас достаем газовую горелку перекусон и идем дальше здесь до водопада осталось не так далеко вот там побудем поснимаем и потихоньку в обратный путь я еще успею на море вот так что слава богу побывал и в этом году на своем месте так переживал что я сюда больше не попаду столько мне с этим местом связано доброго и светлого светлых вот таких воспоминаний да мы были молоды казалось бы вот недавно совсем было да все блин память уносится прошлое развиты ну ладно короче достаем все хозяйство перекус у нас перекур и идем дальше повяжем веревочку отметина этого года блин как они выцвели в том году они были что-то прям это странно вот представляете вот этим дровам лет десять наверное я собирал тут ходил весь матерился короче я вышел весь драный ходил дрова собирал вот эти вот вот я показывал вот эти вот заразы ну такие вредные сволочи главное нож не берет блин такие жесткие вот такие здоровые шипы блин вот так ладно разбираемся так у нас кофеюк сейчас будет поставил горелочку и ветер задувает но ничего сейчас потихонечку спятим тут немного горелочка новенькая второй поход вот премьера у него уже была ну ничего нормально значит вы как мое представитель как-то у меня я хочу себе рубашку и скрыть на места чтобы тело не подело не судило никогда чтобы тело не подело не судило никогда но не и и и и и и и и и Ладно, перекурим Идем дальше Ну еще Черняховского Зачем забыли эти песни? А это просто классные песни Фильмы, пацаны, помните? Ну хорош, ностальгия Погнали дальше Так, а у нас продолжение Побыл я там не с полчасика Куда мне торопиться? Попил еще чайку Идем дальше Вот уже начинаются валуны А дальше там они еще больше Это выше, если подниматься А здесь целый проводик Сейчас мы его обойдем В принципе, можно и окунуться Замечательное местечко Так, глубина где-то с метра У кого-то То, что надо Даже он рыбки плавает Да, вот Чем выше, тем места интереснее Такие Начинаются О, смотрите, какие ванны И там тоже классно Скоро водопад, по-моему И затем поворотом Замечательные места Но река сегодня Смотрите, чистейшая Просто каждый камешек Вот, интересные здесь места Да, выше там вообще И хочу отметить Народу Практически здесь видно Не следов То есть, если на джипах так Кто пешком В свое время Здесь уже было народу много То есть Народ уже Пешком не ходит То есть, обленился И заметил я Где-то с 18-го Вот, до намордников Особенно вот это вот Началось Вот, инфантилизм такой Вот, а дальше Да Да Какая гармония здесь Все в мире меняется А здесь нет Река как текла Ходят времена Люди Она как текла к морю Вниз Себе Да Так и течет Да Так, у нас сейчас За поворотом По-моему Там будет Расщелина Это будет Подъем на Водопадик Ну да Значит Тут пройти Запросто можно Особенно если Пойти Дорогой Справа То есть Вот Это Расщелина Вот Там Водопад Первый Здесь же Справа Ориентир Какой Вот такое Место Здесь Здесь раньше Было место Отдыха Своего рода Была даже Палатка Здесь в свое время Продавали И напитки Прохладительные По-моему Даже шашлычок Был И все такое Скамейка Была Там кое-что Осталось Стол Я еще Когда-то Возвращался С похода Здесь В принципе Даже Можно было Палатку Ставить Вот Потом Все это Сломали Сожгли Ну как Обычно У нас Бывает Вот А так Да Все это И вот Прямо Напротив Вот Это Расщелина Вот Карабкаться Там А По обуви Значит Сменку С собой Кроссовочки Шлепки Здесь не годятся Вот Можно Сменку Для чего Вот более-менее На ровном месте Чтобы походить Ноги отдохнули И будете Когда идти По прямому Участку Вот Здесь же Конечно В кроссовках Вот Так что Давайте Сейчас Прямо Залезем И Прямо Я не выключаю Попытаюсь С одной рукой Неудобно Но попробую Залезем Прямо Сразу До водопада Я всю Дорожку Эту покажу Хотя Видео Я уже Такого рода Снимал По-моему Год Или два Назад Ну Всем привет С водопадов Реки Дедеркой Первого водопада Сейчас Ну там Побудем Минут 10-15 Вот Спустимся И Будем Налаживать Домой Вернее В Дедеркой Вот Время Обед Я вернусь Как раз И сразу Прямо На море Можно Зайти Пообедать И сразу Прямо На море Ну Идем Вот Кстати Здесь тоже Купаться Очень здорово Окунуться О Ванночки Какие Вода Прям Сегодня Кристально Чистая И удивительно Никого Народу Обычно Все Время Бывает Прям Удивительно Так Ну Что Конечная Цель Нашего Сегодняшнего Маркрута Нашего Сегодняшнего Путешествия Выходного Дня Красивейшее Место Есть Здесь очень Такая Хорошая Правильная Энергетика Вот Путешествия 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 В виде Каньонечка Такая Прохлада Здесь О Прям Блин Значит Водопад Есть Водопад Метров Двадцать Наверное Видели Многие Но Он Каждый Год Бывает Разным То есть Вполне Бывает Еле Еле Очень Красивые Места Здесь Поаккуратнее Оставил я Посох Здесь Надо Руками Больше Держаться Перехват Делать Тиральное Доска Интересно Да Вот Прям Онлайн Нам Можно Сказать Мухи Так Здесь Вот Такой Прудик Даже Типа Бассейн Чика Так Здесь Надо Поаккуратнее Перехват Справа Тут Корни Вот И Прям Опа На таких Подъемчиках Вес Старайтесь Вперед Чтоб Назад Не повел Особенно Если Рюкзак Чуть Чуть Центр Тяжести Смещать Вперед Особенно Легче Так Будет Мухи Прям Глаза Лезут Вот Здесь Тоже Еще Бассейн Такой Здесь И Вон Он Водопад Ну В этом Году Он Да Более Менее Такой Так Где Мне Лучше Пролезть Здесь Проверь Опа Ух ты Мой Красавец Здравствуй Не Виделись Мы С тобой Целый Год Здравствуй Величавый Наш Красавец Водопад Который Мы Назвали Мир Как-то Названия У него Не Было Давно Уже И Назван Он Был Мир Вот Такой Красавец Ну 20 Не 20 А Ну Больше 10 Метров Точно Метров 15 Наверное Вот Вода Которая Стекает По Скале Чаша Здесь Такая Здесь Вот Этим Каньоном Которым Мы Лезли Ну Вот Пожалуй Отсюда С водопада Друзья Друзья Я вам Передаю Пожелания Всяческого И хорошего Мира И добра Вот И Все Самого Наилучшего Увидели Как дойти Дойти Не Сложно Любой Может Это Освоить Маршрут Пройти Свою Свою Как бы Это Ну В радость Без Без Напрягов Я Сейчас Немного Окунусь Вот На смартфончик Сейчас Видотик Скину Еще Запишу Вот Ну Что еще Покажу Вот И Можно Смело Ворачиваться Домой То есть Наша Программа Сегодня Выполнена Слава Богу Дальше По реке Выше То есть Она Приведет На валуны Эти Валуны Надо Облазить Или Перелазить Или Как Там По любому Ноги Наверное Придется Мочить Там Довольно Сложно Вот Там Тоже Раньше Был Небольшой Водопад По сути Просто Вода Между Двух Камней Стекала Вот Был Я В том Году По моему Вот Ну Как бы Особо Там Ничего Такого Ну Место Интересное То Что Своими Валунами А Больше Для Дума Особо Ничего Такого Нет Здесь Намного Мне кажется Интереснее Экзотичнее Даже Бо Я Сказал Да что Вот Сегодня 16 Августа 23 Года Верхний Водопад Реки Додоркой Как Сюда Попасть Я Показал И Рассказал Вот Сейчас Снимем Как Обратно Там В общем И Будем Возвращаться Потихоньку Когда Другое Ну Что Я потихоньку Спускаюсь Сейчас На речке Окунулся Не стал я Здесь Там На солнышке Обсохнуть Кстати Практически Всегда Путь Обратный Не Такой Как Как Мы Шли Обратно То есть Подниматься Всегда По другому Нежели Спускаться Вот Ну Дорожка Всегда Здесь Найдется Другие Сходят Какие Места Интересные Да Ну Вот Я Спустился Вышел На речку Значит Желающие Пройтись Дальше Прям По Реке Дойдете Там Начнутся Волуны Ну Надо Будет Лезть Дальше Там Тоже Интересное Местечко Такой Типа Бассейна Будет Вот Там Окунуться Перекусить В принципе Некоторые Ходят Еще Дальше Вот Ну Не знаю Есть ли В этом Смысл Вот Водопадов Там Больше Нет Насколько Я знаю Ну А я Сейчас Вот здесь Сюда Окунусь И Попозже Двигаем В обратный Путь Ну Вот Я тут Сейчас Поприкинул Сколько По Навигатору Получается 7,5 Километров По Прямой Практически Ну То есть Даже Брать Так 15 Километров Туда Обратно Ну Заплюсуем Еще Пару Километров На Повороты На Заходы Там Там Вот 17 Километров Вот Мы Сейчас Здесь Находимся Вот Там Отмечено Даже Что Это Водопад Не знаю Когда Я Отмечал Давно Что В общем Вот Такие Вот Дела Двигаем Потихонечку Домой Еще Раз Спасибо Этому Месту Возвращаясь Потихоньку Ну Тут Уж Грех Мимо Пройти Такого Водоема Надо Окунуться Впереди Там Будет Не Будет А Потом Там Сейчас Начну Вилять По Тропинкам А Тут Прям Ну Шик Все Окунемся Как раз Солнышко Здесь Обсохнем Ой Чикарнота Да Ни Хрена Себе Что Я Здесь Нашел Уж Очень Смахивает На Печку Щепочницу Конечно Было Что-то Другое Но Очень Похоже Во всяком Случа Да Окунулся Ну Это Вообще Класс Прям С берега Нырнул Глубина Ну Больше Метра То есть Явно Метра Полтора Наверное Прям С берега Отсюда Вообще Класс Такая Прохладненькая То Что Надо Сейчас Немного Обсохнул И Двигаем Дальше Вон Там Даже Стояночка Есть Типа Костровище Палатку Даже Поставить Можно При желании Тут Сейчас Трое На Конях Проехали Ну Сам Хозяин Видимо Там Кто Будет Эти Экскурсии Двое Видимо С ним Я Окунулись Бо Говорю Водичка Классная Чистенькая Никого Нет Самое Глубокое Место Он Говорит Да Теперь Самое Глубокое Наверное Я Говорит Здесь До Того Как Потопа Наверное Да Был Ролиф На Лошади Говорит Переплывал Вот Это Место Вот Так Вот Заносит Русло Да Забыл Хотя Упоминаю Каждый раз Стараюсь Просто Для Историй Потому Что На Многих Картах Уже Нет А Потом Тем Более Не Будет Здесь Выше До Дыркой От Трассы Есть Дорога В Эту Сторон Там Был Обезьян Питомник Да До 90 Годов Я Даже По Мой Как То Видел Старое Видео Люди Снимали Ну То То Заброшка Типа Заброшки Я С Одним Дедом Разговаривал Я А Куда Все Это Хозяйство Делось Он Говорит Вот Это Все Стадо А Там Разные Были Там Понятно Ни Одной Масти Да Говорит Погнали в сторону Сочи Лесами Вот Это Все Стадо То Ли Гнали Зимой То Ли Что В общем Это Многие Там Разбежались И Кто Там Помер По Дороге Кое Кого Не Там В общем Пригнали Вот Собственно Вот Такая История Надо Бо Все Это Уточнить Все Интересно Конечно Там Кое Кто Попал В Абхазию Вот А Так Кое Какие Материалы Попадают Именно По этому Питомнику Засекречено Само Собой Что Проводились Не только Здесь Но На базе Наверное Филиалок Других Античеловечные Эксперименты То есть Якобы Скрещивали И Человека С Обезьяной И наоборот Там Что-то Такое Хотели Вывести Какой-то Вид И Были Какие-то Результаты Ведь Угу А так Задуматься Да Ведь Не надо Было Ничего Даже Экспериментов Никак Делать Вот Это Вот Время Само Показывает Помните Фильм Поле Битвы Земля Фильм Такой Есть Да Где Эти Называли Людей Зверолюди Смотрите Вообще Фильм Конечно Классный То есть Там Вот Эта Вся Суть Показана Да Много Что Интересного Есть То Что Раскрыта Вот Сама Суть Да Сейчас И так Все Знают Вот Сейчас Сложно Остаться Человеком Не дать Себя Расчеловечить Потому Что Именно Поле Битва Будут За души Людей Вот Извечная Война Борьба За души Людей То есть Падение Морали Нравственности Вот А там Уже Вот Ладно Довольно Здесь Всех Этих Блин Комментариев Блин Пойду Потихоньку Обсох Собственно Не так Далеко Осталось Хочется Зайти На место Там Отдыха Есть Интересное Так Любовью Было Все Обставлено Там Прям Сознанием Дело Основательно Так Если встретиться По дороге Покажу Да Вот оно Это местечко Про которое Я говорил Ну тут Похоже Уже Все Ну почти Все Сейчас Здесь Оглянем Туалет Он стоит Я тут Как-то Был Столы Все Вымыто Шампура Блин Чистенькие Вот Уголь Был Блин Классно Да Никто Здесь Не было Больше Короче Все Чахнет Люди Все Да Ведь Кто-то Старался Делал Строю Так Хорошо Было Вот Прям Стол Там Еще Остался Мангал Это Вот Напротив Пасеки Так Ну Был Что Нет Ну Были Но В общем Не так Давно Но Чтоб Сюда Кто-то Регулярно Ходил Нет Этого Нет А так Задумка Сама Конечно Хорошая Вон Даже Мусорка Все Надеюсь Я же говорил Шампура Даже Уголь Был А что Там Нож Что-ли Торчит Ага Увесите Так Да Кинжал Мы же на Кавказе Че удивляться Так Ладно Там Место для Палаточки Так Неплохое Да И вообще Ну Пожалуй Больше Что-то Все Да Было Очень Даже Неплохо Ах Ладно Сейчас Я в Тенечке Передохну Немного Здесь Осталось Не так Долго Сейчас Пасеку Пройдем А там Уже Что Называется Финишная Прямая Я хоть Не тороплюсь Никуда В такую Жарящую Сейчас Все равно На море Нет смысла Ейти Часа в 4 Пол Четвертого Сейчас Пока Дойду Зайду Пообедаю Там По дороге Где-нибудь Вот А потом Уже На море Схожу Ну Вот Уже Колючка Где мы Заходили Помните Да Выбрался Я с реки Правда Сейчас Мы еще Пересекать Будем Наверное Там Закончим Наш Сегодняшний Поход Выходного Дня Внизу Здесь Детишек Наверное Человек 5 Мало Мало Меньше Бабка Детка Там В общем Там У них Вся Семья Отдыхают Приехали В гости Они Сами Из Брянска Вон Такие Люди Добродушные Открытые Постояли Поговорили Они Вот Только Сегодня Приехали У них Там Это Пивко В речечке Лежит Холодненькое Все Как Положено Вот А тут Ванночки Тоже Такие Что Там Покажу Ой Дети Там Копают Радуга Лума Так что Вот Осталось Нам Тут Немножечко Пройти Сейчас Дорога Спустится Вниз Там Река Делает Петлю Вон Там И Заканчивать Будем Наш Сегодняшний Ежегодный Поход Выходного Дня Времени Без 23 Уже Было Тогда Еще То есть Около Трех Вот Считайте Я Ушел В 9 6 Часов Пройдено Неспеша С перекурами С Остановками С Купаниями В общем Порядка 17 18 Километров Сейчас Зайду Пообедаю Что-нибудь Легенького Сброшу газ Лишний вес Там Все Что у меня Там И попозже На пляж Вот Как раз Сейчас Самое Палево Сойдет Вот Дни Все Просто Вот эти Стоят Просто Жестко Прет Вот Это Хорошо Вот я В тенечке Путешествую В горах Здесь А так На улице Это Я Когда На Киселеву Скалу Ходил Блин Вообще Пипец 7 потов Сошло Солнце Блин Прям В спину Вот Ну Это Уже История Давайте Друзья Заканчивать Наш Поход С выходного Дня Сюда В долину Реки Надыркой На водопад Скажем Нашу Маршруту До свидания Бог Да До будущего Года Речечки Спасибо Спасибо Вот Маршруту Спасибо Тебе Вот Ну и вам Друзья Говорю До свидания И до будущих Встреч На туристических Маршрутах До будущих Видео Сегодня у нас 16 августа 23 года Всем пока Спасибо большое Спасибо